Зернистая горчица Сколько? На килограмм 30 грамм Если вы посмотрите рецепт, напишите в наш инстаграм Вы же видите, нечем закрывать Немного соли Немного соли И, конечно, фрэш перца Фрэш перца Посмотрите, какая красота Самое главное, что готово Я масло сюда добавил Кстати, 200 грамм масла Тут где-то в районе 1,5 килограмма рыбы 200 грамм масла Я знаю? Вписается так, что Хотя рыба тоже дурная За счет чего она впитывается? Как оно впитывается? Масло Получается Как она Мне тяжело, тяжело сказать Я знаю, что по факту Питывает Я как-то там делал Из щуки кнели И добавил на килограмм 0,5 литра сливок И оно впитало Получились не щучьи кнели А такие сырные Сырные на вкус Классно Вымешиваем тщательно Ждать не нужно Чтобы оно мариновалось Потому что мы готовили саламон Он в принципе уже промариновался Сколько? Больше 12 часов И хорошо Просто завершаем тщательно Вот все это Дело подружилось Дело подружился Поехали И там Поехали Да Дело подружится А М Не 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 Очень красиво смотрится, похоже на синича, такое получается Крымское синичо, очень хорошо, главная задача хорошо выделить Тартар Соломона, он из этой программы, так он и называется Да, идея была такая, это заготовка была идея, для ресторана Новороссийский есть, венотерия Давай вспомните, венотерия, и они должны были с шефом совместно сделать совместные гастровые, они специализируются именно на черноморской кухне И вот это вот должно было пойти туда, блюдо, как тартар и роман Так, хорошо вымешали, и самое еще главное, дополнительное блюдо, это, конечно же, паштет, трем, даже паста можно назвать И жареная картошка, самое главное здесь, сделать жареную картошку Вкусно, жареную на сковороде, вкусно, пожарили прям, соли, ну, как-то, ну, такая Да, вредненькая, вкусненькая, жирненькая картошечка с луком Зачем? Вечером вообще, да еще вкуснее, поверьте, вечером Нет, я все думала, что пожарились, так и подать Можно не помять? Уже померил, уже померил Да Слишком много сил Все Выкладываем Я сейчас покажу Получается, у нас такая вот картошка, сейчас пойдет запах, дойдет до вас Красивая Красивая Жареный улучшок, жареный число, а также жареная картошка И бородинская крошка, зелененькая, бородинская крошка Вот такая вот кнелька Останется вам там больше Останется вам там больше И помогает Немного И Подставка Максим, мне нравится это это выросло? Вородинская крошка, в принципе, вверх уделяется Бородинский хлеб высушула Максимально Вородинский хлеб высушили максимально Это блюдо мы задекорируем из щанки. Это лозангская долина, тоже есть в нашем меню. Обладает мягким вкусом, в меру сладкая, сладковатая, скажем так, и такой нежно-пруктовый аромат. Тоже рекомендуют подавать в морепродукты рыбу, сыры, в нашем случае под морепродукты. Сегодня у нас два вина отечественного производителя, локальные вина и два импортных. Опечатка полусладкая. Я посмотрела тоже сейчас. Цитрон будет сухой. Цитрон, да. Цитрон свежий. Следующее блюдо будет такое. Сытно? Балансируем его легким виноватом. Осталось корочки. Следующее блюдо будет подача паркинской степи. Сколько? У меня сейчас как раз кофе последнего зимелька для этой закупки. Будет все сочетание очень хорошо. Извините, что это редук. Нет, 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 чек, извините, что я бы вообще отстряла с твоим виноватом. А все подробно у нас. Ольга, встревайте, встревайте почаще. Спасибо. 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 Очень вкусно. Я просто не хочу. Он слишком редко. А вот яблочки вкусные. Нет. Мне в нем вообще понравилось. Соус, имбирь. Да, имбирь. Да. Это может быть детская. Это мята и картофель. Детская картофель. Да. Именно развятый картофель. А самое главное, чтобы мята, зажаренный внуков с чесноком. Размяли, как со сковородой, снили или растяли. В чем прикол? Вот этот незабываемый аромат картошки передайте вам. Ну что может быть? Передайте мне только аромат. Просто знаете, сейчас настолько редко все занят картошку дома, но это правда, что когда откроется в АКП, там будет не занят картошки. В Дороге, в Дороге, в Дороге, в Дороге, в Москве, там зажаренная картошка в Терворотке. И каждый второй заказ имеет жареную картошку. Подимитесь, как вы жарите картошку? На чем? Какими слайсами? Как долго? Я сейчас расскажу про жареную картошку. Можно целую историю. Вообще, это экзамен. У меня сколько? Сколько у нас с тобой вообще? Ну, в общем-то, человек, 18 сейчас, Нет, только в Косе, что ли? Да, только в Косе. То есть, они все жарили картошку, когда приходили за работу. Это обязательный, так сказать, тест. Если не умеют жарить картошку, то не умеют готовить. Салат с капустой и жареная картошка. И жареная картошка. Салат с зыглой получается на сале. На сале? На сале, конечно. Как на сале? Сначала выжариваешь сало. Убираешь шкварки, да? Убираешь шкварки. Закладываешь хорошо промытые дольки, не картофель. На пополам и как полумесяц. На пополам, да. И получаются слайсы такие. В том числе. В большом количестве смальца. В большом количестве смальца. В большом количестве смальца. Жарим. Добавляем потом. Что мы добавляем? Первые две минуты, главное правило, не трогать картошку. Просто положить и она кипит. Потом перевернули. Крышкой накрываете? Сначала не закрываете. Сначала нет. Две минуты. Потом перевернул крышку. Крышкой накрыли. Выдавили. Крышкой накрыли. Отдельно нагарили лук. Отдельно. Лук хорошо зажаривается. Отдельно жарил. И вот это масло, жарочкой туда. Снова плавровый лист. Перерешал. Снова под крышку. Перерешал. Снова под крышку. Две минуты пять. Шесть минут готовить картошку? Нет, шесть. Где-то минут... Две-две. Минут пятнадцать. Две-две. Под крышкой минут восемь. Тоже не трогайте? Периодически на малой воде. Положается картошка, выделяем пар, и она под своим паром готовится хорошо. И какой еще момент? Очень интересный момент, что лук отдельно жарит, потому что он карамельный станет. А в картошке он такой не станет. Тут будет полувареный. Да. Луковое масло будет пахнуть. Просто бомб. Число. Лобровый лист. И черный полосы. Перерешал все, да? И под крышкой его... Как это? Помешивай нечасто, чтобы не развалилось. Ну, если развалилось, получится, учеркаем вкус. Получится вкус. Мятая картошка? Да. Кстати, мятая картошка. Так же, не стесняется, вроде заряди, не подавайте. И это правильно, что не стесняется. Вернемся к нашему курку. Соломон. Вот картошка почти готова. Вообще не будет. Надо попробовать. Главное, не надо ее мешать. Надо ее зажарить с одной стороны хорошо. С опорочкой. Большое количество жира решает. Я не ем, это молния. Могу очень картошки еще вкуснее. Да что вы все про ночь? Соломон. Нет, серьезно. Я это себе говорю. Расскажу про огурцы. Огурцы мариновались в сутки. в нарзане. Нарзан, чили, укроп и соль, сахар в число. Нарзан... Соломон, потому что у него своя соль и крас способны. Мы украшаем красной икрой по-богатому. Щучей икрой. Не знаю, я обожаю щучей икрой. Я тоже. Она очень вкусная. И красивая. Красивая. А самое главное, она усиливает вкус. Усиливает вкус прекрасную. Недооцененная. Хотя стоит. Хотя имеет очень пикантную. Нежную вкус, да? Нежную. Она не ярко будет. Она хорошая, но в отчет. Как же сказалось, если бы трасса... Я так посчитал, что она дороже, чем трасса. Ну, то есть... Щучья дорога. Да, дорога, да. Хорошая щучья. Еще ее достать надо, да? Да, да, да. Сейчас морозок нет. Щучки же обычно не зимой, как раз, декабрь, но январь, или, как раз, заморозок, или свет. Сейчас, кстати, с этим проблемой. Да, икрой. Да, икрой. Класс, да? Почему? Мы не могли на икры. Я сейчас что-то расскажу. Вы, когда будете кушать одну сторону смешались с красной, другую, с щучьей. И два раза больше. Там, где щучая икра, будет более вкуснее. Потому что это натуральный уследитель вкусов. И она будет прямо экраниться на икру. Глуб зеленый. Они помешают. Глуб зеленый. Они помешают. Глуба шестер. Ага. Ты тоже кто-то разыграет. porque С обалистов. Три. Потом. Все. И меня не помешает. Когда я рассказываю, с вами я покажу, как бы не так Service, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...